Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре воблер от производителя Tsuyoki, называется он Magnat Вставляется дополнительным в таком вот целлофановом пакетике для того, чтобы уберечь воблеров от попадания внутрь влаги Коробка стандартная, узнаваемая от Tsuyoki На лицевой стороне вся необходимая информация, название 115 SP, воблерок-суспендер, то есть имеет нейтральную плавучесть 16 грамм его вес и заглубление указывает производитель от 1,20 до 1,80 Интересная такая задняя часть, логотип фирмы, такие капельки Ну, воблерок выглядит в данной коробке очень даже симпатично Коробка подобрана по размеру приманки для того, чтобы он там сильно не болтыхался и никак не травмировал ЛКП своими тройничками Сзади тоже много интересной информации, все дублируется, размеры, веса и тому подобное Интересное схематическое изображение внутренностей приманки Есть система дальнего заброса, два шарика перемещаются с середины тела в хвостовую часть Они как бы являются еще и шумовыми И также рекомендуемые используемые снасти это вес спиннинга, не вес, то есть тест от 18 до 25 Катушка 2,5-3 тысячи и по шнуру от 0,8 до 1,2 либра Все предусмотрели, всех предупредили Какие спиннинги, какие, что использовать Кстати, в принципе, мне кажется, молодцы Это для некоторых будет очень нужной информацией Итак, развлекаем воблерок По внешнему виду, как по мне, больше всего напоминает это шайнер Скорее всего, это и есть его копия, но немного необычно в данном случае Выглядит глаз формы По сути, тело его полностью копирует А так, это такая подросшая рыбешка Как по мне, больше всего щучий воблерок Так как он уже довольно-таки такой крупный И отлично подойдет для охоты именно на этого хищника Можно использовать на равномерке Можно в твичинг, что, скорее всего, является более подходящей именно для ловли Щуки воблер, суспендер на остановках будет затаиваться на месте Останавливаться и тем самым во время этих остановок В основном и происходят поклевки на подобные воблерки Тело приманки имеет рельефность Которая должна напоминать такую чешую рыбы Имеется боковая линия Детализированная голова приманки Но, в принципе, она такая плюс-минус такая фантазийная Так как данный овальный глаз выглядит не очень продоподобно Больше напоминает из-за него какую-то игрушку С круглыми, такими живыми глазами Воблерок более напоминал бы живую рыбешку Но суеки почему-то пошли по такому принципу У них много воблеров именно с подобными глазами Не знаю, на любителя мне больше нравятся стандартные такие круглые глаза Воблерок оснащается тремя тройниками Производитель Овнер Но в данном случае тройники, как и во мне, какие-то мелковатые Могли бы поставить на 1-2 размера больше Но, скорее всего, я их поменяю Я думаю, если увеличить тройники, они не особо будут себе мешать А для ловли щуки лучше, конечно же, использовать крючки побольше Конечно же, именно по качеству к ним вообще никаких вопросов нет Вообще, суеки используют очень качественную фурнитуру Что заводные кольца, что тройники всегда отличного качества Как и в данном случае, кольца имеют очень плотные витки В принципе, даже переднее носовое колечко При желании можно снимать, можно снимать Но виток у него тоже плотный И металлический поводок через него не просочится На пузе мы видим название приманки 115 SP Добавьте вес и было бы все идеально Почему не добавляют развесовку на воблера Остается загадкой Воблер Шумный Шумный, как я уже сказал Шарики для системы дальнего заброса тоже шумят Но и также есть еще и дополнительная шумовая капсула Срабатывать она должна довольно-таки легко Так и есть Крупные шары легко перемещаются И помогают вашему воблерку дальше и точнее улетать Взял в натуральной расцветке Как по мне Ну может быть не как по мне Многие любят кислоту Но в моих условиях почему-то щука не особо ее любит И вот подобные расцветки Синие и серебряные Просто идеально работают Тем более это такая можно сказать стандартная расцветка Оранжевая пузо Черная спина И натуральный бок Который во время твичинга создает такой контраст И рыба на это очень даже неплохо реагирует Как по мне Эта расцветка близка к идеальной Напоминает такую живую рыбешку Вы можете выбрать из 40 расцветок Там есть и невероятные всякие розовые цвета Которых я вообще никогда не видел у других воблеров Есть и стандартные мат тайгеры Хот тайгеры И много натуральных расцветок С различными полосками, точками Ну то есть выбор громадный Цуеки всегда славился большим выбором цветов Интересный воблерок Для ловли щуки Можно я думаю смело советовать По небольшой цене Которая существенно в положительную сторону Но отличается от конкурентов Воблер просто шикарный Да и вообще у меня воблера Цуеки Отлично ловит рыбу И я думаю, что данный воблерок Отлично пополнит мою коллекцию И займет место в щучьей коробке Будет приносить мне много трофеев Цуеки Магнат 115 SP Ну а на этом мой обзор подошел к концу Всем спасибо за внимание Пока